Фейспозер и звук в Source Engine. Доброе время суток, товарищи! Заранее прошу обратить ваше внимание на наличие временных меток в этом видео, потому как оно будет относительно продолжительным, но и содержательным в то же время. Поехали! Особенности работы звука в Source Engine. Данный игровой движок поддерживает два аудиоформата – MP3 и WAV. MP3 используется крайне редко, в основном для воспроизведения музыки в игре. А вот WAV является основным форматом по нескольким причинам. В отличие от MP3, WAV может быть зациклен в аудиоредакторе Gold Wave, после чего использован в игре, например, как звук бесконечного движения лифта, или же как часть саундскейпа, нацеленного на зацикленное воспроизведение. Так как Фейспозер – достаточно старая программа, она не может полноценно работать с MP3-файлами. Например, она не понимает продолжительность аудиофайла на монтажном столе. А если говорить о липсинге, то редактор Fonem вовсе не поддерживает загрузку MP3. Напоследок следует отметить настройки MP3 и WAV для Source Engine. Движок работает не со всеми возможными пресетами, для обоих форматов подходит следующий стандарт. Хочется сказать, что WAV-файл без сжатия всегда будет занимать больше места, чем MP3. Для того, чтобы урезать размеры и соответственно качество, можно использовать кодировку Microsoft ADPCM с четырьмя битами вместо привычных 16. Также для WAV-файлов крайне рекомендуется выбирать моноканал, в первую очередь для файлов, содержащих человеческую речь. Напоследок посоветуем вам не использовать аудио большой продолжительности и размера. Такие файлы могут не воспроизводиться или же вызывать разного рода баги в игре. Особенности работы в FacePoser А вот, пожалуй, и самый неприятный момент в этом ролике. FacePoser очень старая программа, и она создавалась тогда, когда еще не существовало никаких ВПК-архивов и SteamPipe. Что из этого следует, а то, что программа после 2013 года стала очень проблемным софтом. Редактор может вылетать в абсолютно любой момент работы, во время загрузки модели, аудиофайла, работы в редакторе и иметь множество визуальных багов. Кто-то старается работать в Steam Base 2013 версии, кому-то нравится использовать FacePoser из программы Source Filmmaker, а кто-то по старинке установил пиратский SDK и подключил к нему библиотеку древних GCF археев и не страдает танцами с бубном. Что выбрать, решать только вам. Конкретно для работы со звуком я сегодня использовать буду пиратский FacePoser. Поехали! Новые аудио. Простой способ. Создайте внутри каталога Sound новую папку и в ней оставьте WAV-файл. Создайте новый проект, актера, канал для звука и добавьте WAV-объект. Если в поиске ввести имя нового файла, то мы не найдем его. Дело в том, что в данном списке есть только те аудио, которые вписаны в специальные звуковые скрипты, речь о которых пойдет позже. Чтобы добавить внешний аудиофайл, вам необходимо вручную указать имя папки, название и формат файла. Если все было сделано верно, то он появится на монтажном столе. Если вы попробуете добавить MP3-файл, то на монтажном столе не будет определяться продолжительность такого файла. Однако в игре он будет воспроизведен. Вы также можете выставить друг за другом несколько MP3-аудио. Важно лишь правильно указать начало воспроизведения для каждого из них. Это, конечно, странный способ проигрывания музыки, но рабочий. Перейдем ко взрослому способу работы со звуком. Новые аудио. Правильный способ. В Source Engine многие вещи переплетены между собой, как, например, звук и субтитры. Хотя нет, даже не так. Аудио связаны со специальными звуковыми скриптами, а те, в свою очередь, напрямую связаны с субтитрами. И речь тут не только об очевидных диалогах между NPC, даже такие звуки, как битье стекла, удары по металлу и другие геймплейные события, все это связано с текстом на экране. Ибо Valve всегда старались заботиться о людях с ограниченными возможностями. В данном случае о глухих. Что ж, ладно, перейдем к практической работе. Итак, в папке Scripts создайте новый текстовый документ. Если вы взглянете на любой из звуковых скриптов, то наверняка узнаете в них структуру типичного саундскейп-файла. Имя саундскейпа идет в начале блока, поэтому имени в дальнейшем. Вы можете искать ваше аудио в FacePoser. Также и файл субтитров в будущем сможет ссылаться на это имя во время воспроизведения аудио в игре. Дальше открывается блок с настройками. На Valve Wiki есть шаблон для такого файла, как и объяснение, что значит каждая настройка. Но если вы когда-нибудь работали саундскейп, то и сами можете понять очевидные вещи. Хочу отдельно отметить, если указать в одном блоке несколько разных аудиофайлов, то в игре они будут воспроизводиться случайным образом. Когда файл готов, его имя еще придется дописать в звуковой манифест игры, чтобы он загружался вместе с картой, на которой вы будете играть. Если путь и имя текстового файла не вписать туда, то FacePoser не увидит новое аудио. При последующем запуске редактора, если все было сделано верно, вы увидите новый файл фонотеки. Поздравляю вас! Липсинг редактор фонем Завершать наш ролик будет одна из самых интересных возможностей редактора – синхронизация движения губ с произнесенными в аудиофайле словами. В настоящий момент есть два способа синхронизировать текст с речью. Использование базового генератора речи от Microsoft и генератор из Source Filmmaker. Если вы используете Windows 10, то возможно при попытке синтезировать речь, получите ошибку о том, что у вас не установлен нужный языковой пакет. Устранить это просто – установите требуемый контент. Обратите внимание, что требуется не американский, а английский диктор. Итак, чтобы синхронизировать звук с текстом, нужно открыть редактор фонем, загрузить в него ваше аудио. После чего правым кликом мышки выбрать Red Extraction. Сюда нужно вписать текст на латинице. Не рекомендуется использовать длинные аудио и такие же длинные фразы. Это может вызвать ряд неудобств и проблем. Когда текст записан, он появится вот здесь сверху. Текст может не совпадать с таймингами произнесенных слов. Это нормально. И самое забавное, если вы попробуете его сдвинуть, произойдет краш программы. Чтобы этого не происходило, редактировать длину слов и их положение нужно строго после того, как к ним уже привязаны фонемы. В случае с генератором от Microsoft нужно выделять каждое слово и вручную к нему приклеивать самые подходящие, по вашему мнению, фонемы. Так как фейспозер создавался для англоговорящих людей, то и фонемы соответствующие в нем, что немного или сильно усложняет подбор правильных звуков. Здесь главное, чтобы хотя бы было похоже на реальное движение губ. Когда фонемы подобраны, вы можете менять длину слова и его положение с помощью зажатого клика мыши и клавиш shift или control. Ну вот что-то такое получилось. Важно не забыть сохранить изменения. Такой метод липсинга является долгим занятием, но при умелых руках можно добиться от личных результатов. Однако существует альтернатива. Как уже говорилось, для Source Filmmaker есть свой отдельный генератор речи. Он анализирует набранный вами текст и пытается его разместить согласно амплитуде трека, что упрощает позиционирование изначально. После чего автоматически подбирает фонемы на свое усмотрение. Но так как он опять же создан под англоговорящих, результат работы может быть не таким точным, как при ручной работе с вариантом от Microsoft. Здесь уже выбирать вам. Стоит отметить, что вы легко можете заменять приклеенные фонемы на более подходящие. Как и удалять их, перемещать и вставлять перед и после фонем уже новые звуки. Все достаточно просто. Стоит только захотеть. Есть только одно но. В старых версиях фейспойзер нет этого генератора. Его придется вручную доставать из Source Filmmaker. А именно две папки Fonem Extractors и Lipsing Data. После чего добавить эти папки в бин папку, где находится ваш фейспойзер. Внимание! Вы можете поломать редактор, если сделаете что-то не так, поэтому заранее создавайте бэкап. Генератор из Filmmaker отлично себя чувствует в фейспойзер для Source Base 2013 и даже для пиратского SDK. Для подписчиков на Boosty мы оставим архив с генератором речи от Source Filmmaker. Всех остальных призываем поставить ролику лайк, подписаться на канал и ждать нашей новой встречи. Удачи, товодачи!